Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, но я не знаю, тут отображу, может, на мир Ахмедовна со мной не сообразится, но вариант такой, что я в последнее время боюсь, что попадаю не в ту комнату, потому что настолько двигается вот эта лекарственная терапия, что место для хирургии, по всей видимости, уже скоро не оставится. И действительно бесконечно верю, что так оно и будет, и такие шаги, они действительно приводят в то, что эти пациенты будут через какое-то время полностью излечены. Но, тем не менее, хирургическое лечение меланомы кожи, подходы, формы, которые мы можем сказать. Что представляет сейчас хирургическое лечение меланомы и какие основы вообще? Ну, первое, это радиостадия меланомы, где мы используем широкое сечение опухолевого образования и мы определяем сигнал лимфоузла. То, тоже такая опция появилась для хирурга, фишка, в которой мы действительно помогаем химиотерапевтам принять правильное решение о начале адювантной терапии, по всей видимости. Вот, регионарно-метастазийное поражение лимфатических узлов, транзитно-созбитное поражение. Также, опять же, опции хирургические есть для лечения таких пациентов, но насколько долго эти опции продержатся, опять сказать, мы не можем. И четвертая стадия отдаленной метастазы, когда хирургическое удаление отдаленных метастазов может быть проведено в отдельных случаях, но не факт, что только с палеотивной целью. Попробую это в последующем и доказать. Лечение первичного аномоя кожи. Это широколокальное иссечение. Первичный отступ формируется в зависимости от толщины первичной опухоли. И вот здесь момент важный очень, что доступность оценки именно при одномоментном удалении опухолевого образования лимфантического резюара, то есть мишени. Неопровержимо, что уже принятый факт, не рекомендуется профилактическое удаление региональных лимфатических узлов. Ну, наверное, можно было бы сразу перейти к другой теме лекции. Это эра послеоперационных рудцов лечения меланомой кожи. Когда я только начинал, первичные меланомы лечили примерно так. Было достаточно широкое иссечение. Это походило на большую хирургию. Это сопровождалось множественным прошиванием тканей. И поэтому действительно я верил, что да, такая хирургия существует. Она имеет право на жизнь. И поэтому готовилось достаточно очень серьезно к этим оперативным мешатьям. Действительно, очень такие коварные, могучие послеоперационные рубцы, которые оставались у этих пациентов. Но все стремились к самой большой радикальности выполнения оперативных мешатьев. Уважаю наши отечественные исследования. И вот, наверное, вот эта работа, она отражает всю концепцию развития хирургии и оптимальности вообще иссечения вот этих первичных опухолей. Вот Лев Вадимович Демидов провел достаточно большую работу со своими соавторами. И посмотрите, что мы боимся. Абсолютно мы не боимся при нашем оперативном мешательстве рецидива заболевания. Посмотрите, толщина до 1 мм. Какие риски рецидивов местных? 0,2%. 1,2 мм местных? 3,5%. 2,4 мм. 7,10%. Более 4. 35,50%. Ну, может быть, вот в большей толщине мы имеем риски развития рецидива заболевания. Но посмотрите на данные о поражении лимфатического аппарата, о поражении отдаленных метастазов. Достаточно ранее старое. Уже 5%. 5% отдаленных метастазов. Представляете, какой рост стремительный? 10% в поражении фузлов. 24 мм. 50%. 25% уже отдаленных метастазов. И 40-50% это уже более объемное образование. Поэтому что нам боятся рецидива? Фактически действительно хирургия в этот момент при удалении первичного опыта превращается в диагностическое. То есть мы должны получить подтверждение и мы должны получить четкое представление о толщине, чтобы понимать, чем мы рискуем в дальнейшем у этого пациента. То есть вот оптимальные цифры, вот оптимальный результат. Что с собой представляет действительно широкое сечение? Это действительно очерченный край опухоли. И дальше вот отступ в 2 см. Также округлость. И пластические линии только КБ для сведения краев лоска. То есть банально абсолютно процедур. Потом за границей эту процедуру уже стойко применяют под местной анестезией, не прибегая к анестезологическому обеспечению. У нас, я не знаю, может быть как-то исторически так сложилось, что мы все-таки пытались сконцентрировать этих пациентов в онкологических центрах. Поэтому может Георгий Иванович меня поправит. Приверженность была все-таки, что это должно быть продвинено под наркозом. Это должна быть большая подготовка. Но те рубцы, которые показывают, может они и действительно требуют такого широкого анестезологического обеспечения. Но в данном случае действительно это выполняется амбулаторно. И пациенты отпускаются за границей буквально в этот же день. Ну вот тоже самое подчеркиваю границы резекции НССН Годла. Но еще раз говорю, я уважаю отечественные данные. Вот то, что я вам принял, данная Льва Владимировича Демидова, это абсолютно та действительность, с которой мы имеем дело. Широкое исчезнение. Линия разреза, опять же, новообразование центральное. И линия неизмененной независимой кожи. То есть вот в принципе пошаговое проведение оперативного вмешательства. Ну вот то же самое. Лоскут, отступ и пластические линии просто для сведения кожи. Ну вот точно по Бреслову, да, независимо от разнородности формы, всегда мы формируем округлую ткань, да, и после этого мы формируем какие-то отступы от кожи. Но что делать, когда имеются большие объемные дефекты? Ну вот здесь как бы поле разгуляет для хирурга, тогда мы можем обратить внимание на пластические какие-то компоненты и уже как бы различить с закрытием дефекта. Либо свободную кожную лоску, либо перемещенную, сосудочную. Ну то есть все возможно, уже превратить удаление первичной опухоли уже в хорошее хирургическое вмешательство. Но опять же, таких форм не так и много, поэтому, действительно, это редкость. Два-три случая может быть. Мелонома слизистая оболочка области головы и шеи, ну я думаю, Замира Ахмедовна коснется этого, да, требует адрикальной операции. Это с реконструкцией. Для мелонома слизистой оболочки женских половых органов требуется широкое сечение запасом 1-2 сантиметра, тут стандартный достаточно набор. И мелонома головкой при пуссовой уреты широкое местное сечение или пеноктомия обеспечена эффективным местным контролем. То есть фактически не те объемы, которые бы отвечали как бы большим массивам хирургической тактики. Ну, на сигнальных лимфоузлах остановимся попозже, но вот то, что касается опять же пахобедренных лимфоаденоктомии, достаточно стандартный набор. Здесь мнение у нас с Георгием Ивановичем расходится, но сугубо я начал этим заниматься, потому что достаточно было много экзогенных эффекций. И появляются вот такие как бы грубые операционные рубцы, нагноение, множество как бы длительное течение таких послеоперационных ран. Конечно, сейчас с развитием антисептиков, антибиотикотерапии это все нивелируется, но тем не менее мы перешли к тактической такой тактике эндовидеохирургической пахобедренных лимфоаденоктомии. Достаточно быстро попробовали освоить ее, это малоинвазивная вещь. Поначалу она занимала порядка двух часов, сейчас у нас на это уходит порядка часа, выполняется в радикальном объеме абсолютно. Сейчас у нас уже порядка 107 пациентов, которым проведено это лечение, мы все-таки опубликовали наши данные, и поэтому как бы не то, что мы пропагандируем широко эту методику, но она допустима. Тем более в свете развития то, что мы определяем сигнальные лимфоузлы и возможно потребуются какие-то вещи для дальнейшего использования. Но где еще эта методика может опять же примениться? У нас не зарегистрирован ни один краситель по сигнальным лимфоузлам, но вместе с этим можно определять, так сказать, применять уже как в гинекологии LCG, если не забываю, когда окрашивается элемент. Вот в данном случае можно также окрашивать элемент подкожно-жировой клетчатки и эндовидеохирургически удалять вот этот необходимый объем. Не буду останавливаться, все выложено, знаете, но абсолютно радикальный объем, разрез приходит через паховую складку, и вот как бы объем удаляемой ткани, он полностью соответствует открытому объему. Ну вот такие эффекты после операции, да, это вот второй день после операции установки ножа. Это буквально спустя неделю мы уже удалили дренажи, и пациентка уже находится на болотном лечении. Что касается тритных метастазов, да, и множественных транспортных метастазов. Здесь опять же все неоднозначно. В свое время, ох, выскочила у меня фамилия. В Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, Германия, центр. Ладно, когда я сказал, что мы применяем региональную перфузию для лечения вот таких патологий, он сказал, мы, говорит, ты уже давно... Да, 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 он сказал, действительно, это хорошая методика, там, и Гермонт, он очень, как бы, увлекается этой процедурой, там, но мы перешли на электрохимический лизис, да, то есть вот это электрохимическое обертывание, там, с химиопрепаратом, там, вот, над ним его коллеги шутили, что это вот как при спа процедуру шоколадное обертывание, там, ну, в общем, он был увлечен, но при этом результаты у них были хорошие. Я пропагандирую региональную перфузию, но мне не разошлись, быстро остались, всего, там, два дня пообщавшись. Вот, что представляет, на самом деле, опция в настоящий момент лечения? Это хирургические сечения, о которых мы поговорили, и вот региональные, это изолирно-гипотермические перфузии и изолирные инфузии. Вот две методики, в принципе, они схожи, но только одна методика повторима в больших центрах, а другая методика, это, в принципе, региональное введение препарата, но уже через внутриартериальную катаризацию. Ну, это плюсы и минусы, да, гипертермическая изолирная перфузия, катаризация сосудов, часто сопровождение фодисекции, высокие локальные концентрации циостатика, длительность процедуры, час-полтора, гипертермия используем, минимальная системная токсичность используем препараты Милфалан в США и Европе, и ТНФ зарегистрированы только в Европе. И вот гипотермическая изолирная инфузия, это катаризация, опять же, сосудов при интервенционной поддержке, фактически у нас интервенты добились того, что они от ультразвуковой диагностики катаризируют. Местная анестезия, гипотермия 38 такая же, длительность 30 минут и легко воспроизводила поэтапно. Если при региональной перфузии, может, герганш уже поправит меня, нужно всегда как бы последовательно искать место входа, либо опускаясь ниже, либо поднимаясь выше, наверное, поднимаясь все-таки выше, то в данном случае тут мне таких ущербов не приносит. Насколько эта методика жива сейчас, опять же, в свете развития лекарственной терапии, я все-все меньше и меньше верю, что нам они вообще через какое-то время понадобятся. Но пока эта опция существует, мы ее используем. Ну вот в подтверждение этого лекарственного лечения меланомы эволюции, отниму хлеб чуть-чуть, но можно. Значит, 70-е годы 30-35% одногодичного выживания. Дальше посмотрите, 2010-2013 годы появляются эпилемомаб, венурифениб, доброфениб, рост годичного уже есть, и сейчас комбинация с 2014 года. Но вот 2015 года уже идет мнение о том, что хирургия забыта ли вообще, нужна ли хирургия. Ну и тут вот рождаются спорные моменты. Возрождение хирургии при меланоме четвертой стадии. Появление современных методов диагностики, позволяющих больше и тщательно производить отбор пациентов. То есть это тот же ПЭТ-КТ, да, появление малоинвазивных хирургических методик. То, что мы можем быстро какой-то очаг удалить и продолжить какие-то этапы дальше лекарственного лечения. Уменьшение смертности после проведения обширенных хирургических вмешательств. В данном случае имеется циторедуктивная операция на брюшной грудной полости. Неспособность нехирургических методик вспомогательных, увеличивая срок общей выживаемости пациентов с диссиминированными ланомами. Ну вот тут опять же спорный такой момент. Ну вот такая вторая фаза исследования. Северная группа, онкологическая группа, которая подтвердила, что пролонгированная общая выживаемость после полной циторедукции. И вот в данном случае медианно-бесредивную выживаемость лишь 5 месяцев. И формирование категории, рекомендуется именно обязательно формирование категории пациентов для агрессивной хирургической тактики. Опять же, некоторые прогностические факты для выбора данной когорты пациентов. Но вот где главным фактором является возможность достижения полной редукции. То есть, если вы не можете достичь полной циторедукции данной категории пациентов, то есть, в принципе, вы не приступаете к оперативной вмешательности. Первичный участок метастазирный, количество участков метастазира и время удвоения опухоли массы более 60 дней. То есть, грубо говоря, 60 дней у нас должна быть стабильная картина, беспрогрессированная, то есть ровная. И незначительное. Это время без признаков заболевания и предшествующий обязательный этап лечения. То есть, если этап лечения какой-нибудь не был произведен, начинать с этого абсолютно даже и не надо. Ну, это хирургические вмешательства примет статические меланомы. Спорные вопросы, стандартные хирургические опции. Эффективно ликвидируют хирургический метод. Эффективно ликвидируют опухолевую массу размером более 2 см. Вот есть масса 2 см, конечно, хирурги справляются с ней. Возможно, опять же, возможно, можно разблокировать опухолевое ослабление иммунной системы. То есть, может быть, есть какой-то очаг, который поддерживает вот этот весь фон. Какой, мы не знаем. Но если его удалить, может быть, будет разблокирована вот эта вся иммунная система. Переносится большинством пациентов гораздо легче, чем системная терапия. Ну, вы все знаете, осложнения, которые встречаются. Вот иногда хирургических осложнений гораздо меньше, чем при лекарственной терапии. И уменьшает риски развития фатальных осложнений. Распад кровотечения? Скорее всего, конечно, да. Кто кандидаты? Индивидуально. Опять же, нет вот такой четкой подбора когорты. Индивидуальное решение, мультидисциплинарный подход, взвешенное решение. Сейчас очень трудно от химиотерапевтов вообще получить пациента на такую цитридуктурную операцию. Да, просто выхватываешь. Вот, поэтому хирургическое лечение меланомыча, отбор пациента. Тактик. Может ли быть, всегда нужно ставить вопрос, может ли быть выполнена полная цитридуктурная операция? Какие симптомы? Прогноз течения заболевания. То есть, если пациент не отвечает ни на какую терапию, и идет массивно прогрессивно, конечно, какие цитридуктивные операции? То есть, общий статус тоже идут. И, конечно, сопутствующая патология. Биология опухоли, конечно, важна. И как определить нужную группу пациентов? Мы ее не знаем. Вот где эта группа, которая именно будет подлежать вот этим таким агрессивным этапам? Ее пока нет. Ну, вот отбор пациентов. И, посмотрите, вот данные, которые представляют данные 2011 года при цитридуктивных операциях. Ну, достаточно неплохие хай медианы выживаемости, общие выживаемости. Но при этом, конечно, она требует более большего пересмотра. Ну, и хирургическое лечение. Отбор, отбор. Еще раз отбор. Точная передача информации о возможных рисках, выгодах и целях операции. Ожидаемых результатов пациенту и его семье. Ну, вот, как может быть, опять же, мой макет. Накидал как смог, да. Стабилизация или частично ответ на лечение. Хирургическое лечение. Продолжение терапии, да. Вторая модель. Локально прогрессирующая опухоль без новых поражений. Хирургическое лечение. Да. И прогрессирование на фоне лечения без хирургического лечения. То есть, ну, возможно, это все будет видоизменяться с появлением чего-то нового, да. Но пока, пока вот таких тенденций нет. Самое произвольное, так как бы, при поднесении информации, будет иметь право на жизнь. Возможно, будет. Ну, вот, чем похвастаться, да, и в подтверждение всего вышесказанного. Вот в данном случае пациент 52-х лет, не наш случай приведен, с неизвестной первичной меланобой и неоперабельной метастазой в левом подморочной области. Получал ингибитор БРАФ. Через 3 месяца лечения ингибитором БРАФ получен почти полный регресс опухоли. Да, но впоследствии пациенту выполнена нефантеноктомия по поводу остаточной болезни. Имеет такой случай право на жизнь, но по всей видимости имеет. Ну, и когда циторедуктивная операция, вот распад меланомы, метастаз меланомы в молочную железу, при этом при достаточно хорошем ответе на проведенное лечение лекарственное, но при этом стойкий, как бы, такой очаг, да, который поносил неприятности для пациента, поэтому, конечно, тут такая больше спалиативная целью определенное удаление. Ну, естественно, когда метастатическое поражение желудочно-кишечного тракта, порастание, инфильтрация. Кстати, на аутопсии, что самое интересное, вот мне пока готовился, на аутопсии пациентов с меланомой фактически в 40% случаев, наверное, не в 40% поменьше, где-то вот 30% что-то такое приводили пример, присутствует поражение слизистой оболочки не выявлено на клинических этапах, которые, вот, как бы, имели место. То есть вот такой тоже момент, и когда появляется у пациентов, очень нужно обращать внимательные моменты о том, что если есть какие-то симптомы появления желудочно-кишечения, нет ли каких-то поражений слизистой. Поэтому можно в алгоритм диагностики всегда, как бы, с периодичностью вводить такие вот исследования, как фиброгастоскопия, колоноскомия, юнооскопия. Вот, и заглядывая в будущее хирургии, говоря о меланоме, а если, как один из этапов лечения, все-таки операция, может приостановить терапию, которая могла бы быть токсичной и чрезвычайно дорогой, в конечном случае достижения полной цитридукции. Спасибо. Спасибо, Олег Ильич. Пожалуйста, вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Руденко Константин Генич, я из Крыма, и я очень благодарю вас за доклад. Как коллега-коллегу, я тоже хирург, пару нюансов на одном из слайдов. У вас есть не совсем корректный разрез, на мой взгляд, в косметическом плане, на руке. У вас есть там слайд, я думаю, что некорректно его показывать. Вот, немножко другие разрезы, товарищи. В чем вопрос? Вопрос заключается в следующем. Первое. Вы озвучили 100 случаев эндоскопической лимфодисекции. У меня вопрос. Насколько часто у вас местные рецидивы после этих вещей? Есть ли эти у вас наблюдения? Да, рецидивы случались. Порядка семи местных рецидивов мы имели на первых этапах. И действительно, потому что вообще методика становления, она была богата своими осложнениями. И мы производили конверсию доступа. Мы раскрывались ввиду кровотечения, потому что еще было непонятно, какая работа с сосудом. И, естественно, вследствие того, что мы сначала шли, может быть, заведомо на экономные с целью опаски, соответственно, рецидивы были. Порядка семи рецидивов, я вам скажу точно, на начальных этапах были, которые требовали. Но тут был обязательно контроль наш. И в контексте этого же второй вопрос. Насколько часто вы выполняете подвздошные лимфодисекции при этих же операциях, если вы видите поражение? Вот сейчас мы в 100% случаев уже перешли на комбинированное проведение. То есть мы работаем как со стороны брюшной полости, так и на бедре. Хорошо. И последний вопрос по пациенту, которого показались подвздошные лимфодисекции, которые выполнили. Отдаленный результат какой? А вот здесь я вам не могу сказать, потому что авторы в дальнейшем не приводили никаких примеров. Это кейс-репорт, так называемый, который просто удалось найти. Таких случаев очень мало. Поэтому как-то пролонгированно сказать, что вот это на потоке, я не могу сказать. Это вот как один из вариантов, когда просто требуется мультидисциплинарный подход, когда обращают внимание химиотерапевт на хирург, хирург на химиотерапевт. То есть тут неоднозначно. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопрос. Григорий Владимирович. Спасибо большое за доклад. Я хотел заострить ваше внимание, наверное, просто как дополнение с целью вопроса, а именно то, как вы определяете толщину опухоли по бреслу до оперативного вмешательства. Именно для наших коллег, которые смотрят эту трансляцию в отношении того, как ее определить. Естественно, первым этапом идет эксцезионная биопсия. Для того, чтобы нам понять различными путями, хотелось узнать ваш подход. Вот здесь мы на ухитрение идем, чтобы не выполнять такие моменты. Мы все-таки применяем сейчас такую методику, как ультразвуковая диагностика. Все-таки с эластографией. Здесь, я думаю, что намного подспорья больше. Потому что если мы говорим о сигнальных лимфоузлах, нам нужен субстрат, как вы понимаете. Поэтому тут эксцезионная биопсия, они, наверное, не очень будут подходить. Либо я что-то просто некорректно понял. Не соглашусь с вами. Ну, об этом мы поговорим как раз когда были вреды сигнальных лимфоузлах. Нет, ну, возможно, это как-то уточнение требует. Как дополнение исключить, это не дискуссия ни в коем случае. И еще один тогда вопрос. Опять-таки, уточнение по поводу толщины по бреслу, потому что это критичный момент во многих случаях, когда речь касается пластики. Когда это лицо, когда это неудобная локализация. О, лицо это вообще отдельная монетка. Здесь нужно знать, на что мы идем. Чувствительность эластографии ультразвука, она крайне низка. Когда мы говорим еще о биопсии сигнальных лимфоузлов, настолько мы определяем микрометром толщину, а ультразвук не позволяет нам дать эти... Я не говорю, что однозначно это имеет право на какую-то жизнь. Это как бы следует. Вы поймите, вы сами занимаетесь сигнальными лимфоузлами, там очень много особенностей. Вы, наверное, будете рассказывать, поэтому я уже поздравил вопросы. Потому что мне тоже интересный момент. Вот. Я готовился. Дополнение, потому что у всех свои подходы. Нет, значит, тут еще раз момент неоднозначный. Делать эксизионную биопсию. Тут опять же, какой случай? Да? Есть очевидные вещи, когда эксизионная биопсия не нужна, а есть вещь неочевидная, когда эксизионная биопсия нужна. Потом мы прекрасно с вами знаем, что мы говорим по Брислоу, но вы модель представляете, как это происходит же, да, как хирург? Ну, поэтому тут уже отработанная какая-то методика, которая не сопровождается чем-то деталем. Вот. А Анна Игоревна, Семенова, ей будет достаточно все равно, как вы определили. Ну, и просто тоже дополнение в отношении циторедукции. Благо у нас прекрасное взаимодействие с нашими химиотерапевтами. Забрать у них пациента на циторедукцию. Которых называют химиотерапевтические какие? Хирурги. Оперирующие химиотерапевты, да. Оперирующие химиотерапевты. Вам повезло, вам отдают. У меня вот Фёдор Владимирович Моисенько, днём просто под автоматом надо передать привет. Поэтому с учётом большинства портаков портаков... Я попрошу плагиастом не заниматься, это мой термин, я его придумываю. Это мы придумываем? Да. Поэтому нет, тут спорные моменты, да. Вы поймите, сейчас химиотерапевты находятся на эре подъёма. Вы попробуйте вот эту изюминку отнять. Когда вот это разделяя и властвую, я думаю, что пока властвуем. Знаете, нет. Виталий Викторович, я не соглашусь с вами. Мы хирургов абсолютно поддерживаем. И не потому, что мы на одном этаже живём, но, во всяком случае, без хирургии лечения пиланомы я не представляю себе. Ни первичные, ни распространённые формы. Я позволю прекратить дискуссию и сказать своё мнение, что вот Виталий Концент там слайд показал. Не к сожалению, а к счастью. Дело в том, что хирургия себя и живёт именно при меланомии. При меланомии. Не сейчас, не завтра, но послезавтра точно на себе и живёт. Останется как диагностический этап. И то я не уверен, что это будет именно иссечение очага. И на этом позвольте закончить. Спасибо, Виталий Викторович. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok